Директор А.Кулакова 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 Скорее всего, это неправильные учетные данные, то, что связано с ковидом, и такой всплеск произошел. Важнейшей проблемой современной онкроэлогии остается своевременная диагностика и лечение больных. Я представил сравнительные показатели выявляемости по стадиям. Если в Российской Федерации первая и вторая стадии 60%, северо-кавказский федеральный округ в целом 50%, республика Дагестан 53%. Некоторые увеличения в третьей и четвертой стадии по республике Дагестан и отсюда соответственно годичная летальность 9,7% по сравнению с 6,8% в среднем по Российской Федерации. Хирургические виды лечения по поводу рака предстательной железы, только хирургическое лечение по Российской Федерации составляет 52,1%, в то время как по Республике Дагестан 28,0%, в то время как лучевая терапия 13,5% по Российской Федерации 56,1% по Республике Дагестан. Также и комбинированное комплексное лечение почти в два раза ниже в Республике Дагестан. Я потом объясню, почему и с чем это связано. Это то, что нам удалось сконцентрировать больных, которые проводили лечение максимально именно в онкологическом центре. Это была большая работа совместно с главным врачом урологического центра, который нас поддерживал в этом направлении. Нам удалось за последние 10 лет внедрить такие оперативные вмешательства, как радикальная простатоктомия, лапароскопическая простатоктомия. Больные имеют возможность получать все виды лекарственной терапии. Они все у нас присутствуют в свободном доступе для пациентов, которые нуждаются. Рак почки. В первой и второй стадии по РФ 63,6%, по Республике Дагестан 58,8%. В принципе, и в третьей, и в четвертой стадии они сравнимы. Одногодичная летальность, что радует, если по РФ она составляет 14,1%, по Республике Дагестан нам удалось снизить до 12,2%. Токохирургическое лечение по РФ 33,6%, северо-кавказский округ 85%, по Республике Дагестан 78,2%. В принципе, цифры сравнимы, но комбинированное лечение и комплексное лечение, если по РФ 5,7%, по Республике Дагестан 21,8%. На базе Республиканского онкологического центра Республики Дагестан проводится то, что мы проводим. Это начиная от открытых операций, заканчивая лапароскопически, где спектр представлен. Также и в плане комбинированного лечения больных с плохим прогнозом подключается и таргетная иммунотерапия, что все имеется в наличии. Рак мочевого пузыря в первой и второй стадии, если по РФ 77,3%, то по Республике Дагестан 83,3%. В четвертой стадии выявлено 9,4% по РФ, по Республике Дагестан 4%. Одногодичная летальность, если по РФ 14%, по Республике Дагестан 11,6%. Токохирургическое лечение по Республике Дагестан получили 70%, в то время как по РФ 65,7%. В то время комбинированное и комплексное лечение чуть ниже, чем цифры, которые имеются на слайде. Представлено возможности хирургического стационара. Мы выполняем уже года два, как внедрили лапароскопические радикальные цисоктомии с интракорпоральным отведением, наложением анастомоза и формированием резервуара по брикеру. Также выполняем различные виды деривации мочи, как по штору, так и по брикеру. И лекарственная терапия здесь представлена. С 2020 года мы внедрили в практику, но нам помешал ковид. Нам всего удалось один раз провести дни открытых дверей. Это когда любой человек может прийти со страховым полисом и полностью обследоваться у нас. Пришло около 100 человек, и в данном случае нам удалось выявлять на ранней стадии рак почки, один случай, и больные с повышенным ПСА-11, которые в дальнейшем дооследовали. В период пандемии внедрили телемедицину, возможность консультирования пациентов с соответствующими специалистами ведущих онкологических центров России. С целью улучшения качества оказываемой помощи на постоянной основе в РОС проводятся междисциплинарные консилиумы. Чтобы было понимание, у нас нет отдельного онкологического отделения. Онкологическое отделение входит в состав хирургического отделения. У нас всего два хирургического отделения с абдоминальным, и голова, и шея. Совместно они по 30 коек, и в одно из этих отделений входит онкологическая служба. В связи с тем, у нас такая оперативная активность, но у нас предоставляется возможность всем пациентам, если имеется желание, выехать в Москву или в другие регионы. Здесь в этом отношении поддержка имеется. Также по оснащению мы получили МРТ, КТ, у нас сейчас строится новая диагностическая служба, и будет строиться хирургический корпус, где будет представлена уже отдельная онкологическая служба. Спасибо за внимание. Это красоты Дагестана. Надеюсь, вам понравится.